Алексей Бурят Юсупов, 24 года, Улан-Удэ, пришел на хардкор, чтобы показать всю мощь Бурятии. Ко второму бою мы, конечно, готовились под соперника. Алексей меня уведомил, что вот соперник, скинул ссылку, я посмотрел его бои, и немножко геймплан строили под него, как нужно с ним работать. Тренировались мы вот именно вот на этой площадке, если честно. Потому что у нас был локдаун, уже карантин туда-сюда, залы были закрыты. Ну, как бы для нас это не сказать, что такой фактор, зал или улица, как бы лето, наоборот, климатизация хорошая для бойца. Ну, Ислам, он очень хороший тренер, и мы прям подготовились нормально. Мы там буквально его за гостиницей, занимались залов, ничего не было. Соперник наш в зале готовился, ну, нам это не помешало. Настрой был боевой, мы только и их, и туда побеждать, конечно. Ну, у этого бойца, у таксиста этого, да, Чингиза, больше акцент был на боковые удары, на оверхэнды. В бою вот вы, наверное, увидите все. А мы старались держать его на дистанции, поджимать постоянно, поджимать, поджимать и бить прямые только, да, джебы, джебы, джебы. И мне кажется, все сработало. Получается, все закончилось в первом раунде. Давай, 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 работай, Душа! О-о-о-о, мощно срубает сейчас соперника Алексей. А на арбеке вставать, пока не мощный бой. Последние 10 секунд первого раунда, все, технический нокаут от Алексея. Ну, эмоции непередаваемые на самом деле. Ну, а сейчас, типа, очень сильно был этот момент. Алексей пропустил там 3 боковых, 4 даже, может быть, боковых. Но он такой стойкий парень сам по себе. Я после боя у него спросил, типа, как себя чувствует. Он вообще не почувствовал ни одного удара. Либо это, ну, адреналин кипел у него, конечно. Это же второй бой, как бы ему нужно было уже реваншировать свое поражение. Еще такой момент. У нас полотенца не было для секундирования. Им махают, получается. Ислам мне сказал, тебе придется его в первом раунде вырубать. Потому что у нас полотенца, ни воды, ничего нет. Если было больше спонсорской помощи, то результат был бы лучше, мне кажется. Поехали мы на свои деньги. В Москве мы жили, получается, 8 дней. Все эти 8 дней затраты, как бы, это Москва. Поэтому, если кто-то хочет помочь нам в этом плане, на следующий бой, как бы, можете написать, как бы, мы рады этой помощи. Пуск новостей вышел. Ну, как в пабликах, начали видео мои скидывать и на улицу подходить. Там можно сфотаться, даже такие ситуации начались. Ну, для меня это необычно было, потому что, когда я ехал выступать, меня вообще никто не поддерживал. И потом такая поддержка от всей Бегатти, можно сказать. Для меня это очень приятно. И мотивация больше стала намного. Все, что это необычное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...